МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ярославле прошел форум «Профессиональная ориентация проектория», в котором приняли участие более 500 старшеклассников со всей России. Наш город представляли две команды школьников. Одна группа работала в Ярославле, а другая создавала свой проект на базе второй гимназии. По итогам форума ребят наградили благодарственными письмами ядерного центра в НЕФ и памятными подарками. Подробности в следующем репортаже. Было сложно, интересно и даже весело. Такое впечатление осталось у Романа Шильна после четырех дней работы на Всероссийском форуме «Проектория». Масштабное профориентационное мероприятие ежегодно проводится по инициативе президента России Владимира Путина с 2013 года. В этом году президент лично принял участие в открытом уроке «Направление прорыва», который транслировался во всех школах страны. Для Романа участие в проекте в составе команды гимназии номер два сетевой инновационной школы «Проектор школы Росатома» стало проверкой на прочность. Работодатели представили задание, которое называлось «Кейс». Они приближены реальные или приближены к реальным задачам, которые решают корпорации, компании. И мы в сжатые сроки должны были их решить и в конце представить. Роман Шилин работал в кластере «Технология космоса». Тематика форума также включала такие актуальные направления, как энергетика, транспорт, здоровье, информационные технологии и новые материалы. По итогам форума он получил сертификат на участие в профильной смене госкорпорации «Роскосмос» «Первая космическая в Артеке». Но главное, считает юноша, он получил уникальный опыт работы в команде. Пригодится опыт решения задач в крайние сроки, пригодится опыт взаимодействия с другими людьми, с незнакомыми. Когда нужно собрать команду из незнакомых людей и быстро распределить, и все начать решать. Екатерина Кузнецова вместе с другими школьниками работала над проектом в Сарове. Задачу перед учениками поставили непростую – разработать транспортную систему для острова. Но благодаря слаженной дружной работе команды, а также помощи кураторов, с заданием старшеклассники справились. Мы должны были разработать маршруты, так, чтобы люди недолго ждали автобусы, чтобы это было минимально затрачиваемо по энергетике. Одноклассница Екатерина Анна Лифанова отметила, что работа над проектом в рамках форума помогла выявить свои сильные и слабые стороны, а также научила решать задачи в условиях ограниченного времени. Это было очень сложно, потому что задачи не для трех дней, которые у нас были, но в то же время безумно интересно. Подводя итоги работы саровских школьников на форуме, заместитель директора РФИАЦ ВНЕФ по управлению персоналом Юрий Якимов отметил, что созданный ребятами проект не остался незамеченным, а был высоко оценен руководством госкорпорации «Росатом» и ядерного центра ВНЕФ. Василий Иванович Киренко, первый заместитель главы администрации, наш генеральный директор госкорпорации, все смогли посмотреть и оценить ваши достижения, которые вы демонстрировали в процессе этого мероприятия. На торжественной церемонии награждения победителей в Сарове состоялось прямое включение из госкорпорации «Росатом». От имени генерального директора старшеклассников за проделанную работу поблагодарила директор по персоналу Татьяна Терентьева. Безусловно, родителям большое спасибо, которые воспитали таких прекрасных будущих, надеюсь, «Росатомовцев». Поэтому и учителям, безусловно, большое спасибо. И хотелось бы, конечно, чтобы ребята оставались в нашем проекте и участвовали в развитии «Умного города», тем более «Саров» является таким центром компетенции. Участие в профориентационном форуме очень важно для выпускников. Через несколько месяцев им нужно будет выбирать вуз и специальность, поэтому предоставленная возможность попробовать свои силы в одной из профессий может способствовать правильному выбору в будущем. Форум своей главной целью преследует выявить лидеров, выявить ребят и педагогов с активной личностной позицией и помочь профессионально определиться ребятам. То есть это форум самоопределения. На торжественной церемонии награждения по итогам работы форума профессиональной ориентации «Проектория» старшеклассникам и педагогам вручили благодарственные письма от имени директора ФИАС «Внеев» и памятные подарки. Командар ФИАС «Внеев» вернулась с Кубка Волги регионального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Основными конкурентами соровчан стали специалисты крупнейших предприятий Нижегородской области «Группа ГАЗ», «Почта России», «Сибур» и «Ростелеком». Сотрудники ядерного центра «Внеев» впервые приняли участие в этом мероприятии и заняли почетное первое место. В апреле 2019 года они будут представлять Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса. Global Management Challenge – это глобальная имитационная экономическая стратегия. В первый отборочный день Кубка на площадке собрались 28 команд – представители ведущих предприятий области малого и среднего предпринимательства, студенты региональных вузов. В финал вышли 16 команд, в том числе сборная «Провнеев». Для них подготовка к выступлению началась за несколько месяцев до начала чемпионата. Специалисты анализировали всю информацию об этих соревнованиях, разрабатывали инструменты для принятия решений. Девиз «Главное участие, а не победа» был неприемлем для команды ядерного центра «Внеев». Поскольку для нас не существовало никакого места, кроме первого, то, соответственно, мы были очень собраны, мы очень долго готовились, потому что мы просто не могли подвести наше предприятие. Команды разделили на две группы. В первую вошли предприятия, которые представляли крупный бизнес, а во вторую – студенты и организации малого и среднего бизнеса. Команды получали на стартовом этапе предприятие, которое находилось в одинаковых финансово-экономических условиях. И нашей задачей было в течение пяти квартальных периодов вывести предприятие на максимальную инвестиционную привлекательность. Для этого необходимо было провести многофакторный анализ и учесть все нюансы. Самое главное для нас было выстроить так работу в нашей команде, чтобы каждый отвечал за какой-то определенный участок, потом, чтобы взаимодействие в команде было максимально комфортным. И только в этом случае мы приходили к каким-то правильным задачам, которые в конечном итоге становились, как казалось практик, стали правильными. Команда ядерного центра представляла практически все ветви планово-экономического блока в НИЭФ. В ее состав также вошли главный контролер, начальник управления внутреннего контроля и аудита Андрей Габелев, начальник отдела департамента бухгалтерского учета и отчетности Елизавета Курчева и ведущий экономист департамента экономики и контролинга Инна Артемова. Капитаном стал ведущий экономист финансового управления Станислав Курчев. На самом деле мы достаточно долго дискутировали в команде, прежде чем начать работать на чемпионате. Обсуждали вопросы, в том числе связанные с внутренней организацией команды и с тем, как лучше организовать взаимодействие между участниками. И выбрали стратегию, которая позволяет иметь в команде несколько равноправных центров принятия решений, для того, чтобы потом в сжатые сроки эффективно сводить решение в некое единое целое. Участие в Global Management Challenge стало для участников команды захватывающим и очень интересным делом, которое никого из них не оставило равнодушным. Пока мы не приняли участие в самом чемпионате, мы, конечно, не представляли, насколько остро будет выглядеть накал борьбы, насколько захватывающими будут сами эти эпизоды принятия решений, насколько интересна будет та конкуренция, которая чувствовалась и внутри игры, и, так сказать, в кулуарном общении между членами, с представителями других команд, которые там находились с нами в одном помещении. В роли куратора и наставника команды ядерного центра выступил финансовый директор Рафиатсвнеев Максим Девяткин. Ключевым, наверное, моментом был процесс отбора команды. Это задача, связанная с тем, что довести идею участия в этом конкурсе до ребят и в дальнейшем способствовать тому, чтобы они максимально самореализовались. На ранних стадиях у участников были определенные сомнения, поскольку игра затрагивает глобальные вопросы экономики, с которыми специалисты Рафиатсвнеев в рамках своей трудовой деятельности сталкиваются редко. Однако работники ядерного центра сумели показать свои лучшие качества. Те успешные результаты, которые наша команда достигла, они говорят как минимум о двух вещах. О том, что профессионализм и профессиональные навыки специалистов планово-экономического блока внеев находятся на очень высоком уровне. И во-вторых, о том, что уровни командного взаимодействия, взаимопонимания и умения объединяться и работать на общий результат у нас также достаточно высоко развиты. Сейчас команде предстоит подготовка к всероссийскому финалу, который пройдет в апреле в Екатеринбурге. Подведены итоги регионального конкурса «Мастер года-2018». Победителем в номинации «Наставник на рабочем месте» стал мастер завода внеев Евгений Голубин. В течение года за звание мастера года воролись работники предприятий и профессиональных образовательных организаций Нижегородской области. По итогам конкурса из тысячи участников было выбрано 15 призеров и победителей в 7 номинациях. Победитель конкурса в номинации «Наставник на рабочем месте» Евгений Голубин работает в Федеральном ядерном центре внеев производственным мастером с 2006 года. В настоящее время руководит коллективом из 15 работников. 8 лет занимается наставнической деятельностью. Неоднократно был участником конференции линейных руководителей предприятий ядерного оружейного комплекса. Яркие победы и новые имена на спортивном небосклоне в ядерном центре внеев подвели итоги работы по физкультуре и спорту за 2018 год. На отчетной конференции рассказали о приоритетных видах спорта физкультурных коллективов ядерного центра и наградили призеров спартакиада «Рафиац» внеев. В этом году увеличилось количество работников ядерного центра внеев, принимавших участие в различных спортивных соревнованиях городских, всероссийских и даже международных. В главном отборочном этапе летней Атомиады-2018 участвовало более 70 сотрудников ядерного центра. Почти 9,5 тысяч сотрудников и членов их семей выбрали спорт в качестве активного времяпрепровождения. У нас возрос семейно-спортивный интерес, что на спортивные базы стали приходить семьи, и мы стали много проводить семейных спортивных мероприятий, которые пользуются успехом. Но ядерный центр вовлекает в спорт не только сотрудников и членов их семей. Подрастающие смены и будущие работники «Рафиац» внеев – это студенты Саровского политехникума имени Бориса Глебовича Музрукова. Ребята профтехучилища – это та наша будущая рабочая сила, которая у нас идет на практику на завод. И тем самым мы хотим показать, какая жизнь в ядерном центре ведется, что не только вы пришли, ребятки, на завод, отработали и ушли. Нет, вот у нас еще так интересно, можно заниматься по интересам, в том числе и физической культурой спорта. За спортивную жизнь ядерного центра отвечают также комиссии по физкультуре и спорту профсоюзного комитета ядерного центра, председатели правкомов подразделений, руководители физкультурных коллективов. Главная цель – организация спортивно-массовой работы в коллективах и на предприятиях в целом. Развитие физкультуры и спорта – очень серьезная социальная программа, которая наряду с другими успешно реализуется администрацией и профсоюзного комитета. Самым приятным пунктом повестки спортивной конференции стало подведение итогов спорта Киадр Фиасу Ниев, которые тоже в этом году претерпели изменения. Организаторы спортивного соревнования решили объединить группы А и Б. Были опасения, что спортсмены второй группы не смогут выдержать конкуренции с сильными командами, но прогнозы не сбылись. И как оказалось по итогам, результаты по отдельным видам спорта, опасения были напрасными. Так, например, коллектив «Факел» – это коллектив группы «Б» в мини-футболе занял первое место среди сильнейших команд группы А. По результатам спорта Киада тройку лидеров замкнула команда «Вымпел» у «МИАТ». Второе место у Боревестника – институт ядерной и радиационной физики. А золото досталось сборной института теоретической и математической физики «Союз». Я бы хотел поблагодарить всех спортсменов КФК. Наша победа – это вклад каждого спортсмена в общую копилку. Впереди новый спортивный год, который начнется с нововведений. В 2019 году станет на один профилирующий вид спорта больше. Хоккей включен в календарь соревнований. И уже в феврале на зимней Атамиаде честь предприятия будет защищать сборную ядерного центра «ВНИЕФ» по хоккею. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vneef.ru И в эфире канал «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok